Физкульт привет! Прошедшая неделя оказалась не такой богатой на спортивные события, но все же принесла несколько важных побед. В эфире спортивный дайджест. Стартуем! Ивановская спортсменка Елена Сахрякова вновь зашла на вершину пьедестала. На этот раз инструктор областной спортивной школы номер 8 стала победительницей Кубка России по конькобежному спорту в Многоборье. Соревнования прошли в Челябинском ледовом дворце «Уральская молния». На дистанции 500 метров Елена стала второй. На 3000 метров победила, опередив ближайшую конкурентку на 2,5 секунды. По итогам двух видов программы в сумме Многоборье Елена Сахрякова стала победительницей Кубка России. Продолжая тему зимних видов спорта, нельзя не похвастаться успехами ивановских пловцов. В белорусском Бресте завершился пятый открытый кубок по спортивному зимнему плаванию «Белград кубок» и «Кубок мира». В соревнованиях участвовали более 180 спортсменов из различных стран. Ивановские зимние пловцы Татьяна Гавриленкова и Александр Лозицкий из клуба «Пингвин», а также Мария Людвова привезли на Малую Родину 15 медалей в различных категориях – 11 золотых и 4 серебряные. Футбол пока на паузе, зато баскетбольные страсти в самом разгаре. «Динамо Энергия» продолжает участие в Суперлиге 2. Позади четверть турнира. Команда провела восемь игр, три из них завершились победой. Впереди новый тур. В среду и четверг ивановские спортсменки сыграют с ростовским клубом «Шахты». В прошлом году нам ни одного раза из четырех не удалось у них выиграть. Это одна из самых опытных команд на сегодняшний день в Лике. Возрастные игроки есть, которые поиграли в премьер-лиге, в Суперлиге один. Но наше преимущество в том, что у нас, мы так думаем, что у нас посильнее скамейка. Запасные наши игроки посильнее, чем запасные игроки соперников. Если нам удастся справиться с лидерами команды, то в целом, я думаю, что перспективы на сегодняшнюю и завтрашнюю игру у нас хорошие. Для тех, кому зимой недостаточно роли болельщика, кому хочется проводить время активно и спортивно, в помощь проект «Чемпион-37». В открытых тренировках, как обычно, могут принять участие все желающие совершенно бесплатно. В выходные дни 7 числа на базе спортивного комплекса «Эвгу» на улице Тимирязева на открытую тренировку по тайскому боксу приглашают всех желающих Федерации тайского бокса. Начало тренировки в 11 часов. В выходные дни воскресенья на беговые тренировки продолжают и каждое воскресенье приглашают на свои беговые тренировки парк Степанова Федерации легкой атлетики. Приходите, бегайтесь, заряжайтесь спортом. Ну а более подробно с планами проведения тренировок «Чемпион-37» всегда можно знакомиться актуально на сайте Иванова РФ. На этом все. Будьте в спорте, будьте в курсе. Пока-пока.